Медсирка 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 со стороны МИДа, со стороны юридических компаний российских, а может быть международных, то есть можно с нами работать. Потому что логика санкционщиков очень простая. За стол переговоров садиться нельзя, потому что ты токсичный. А победить можно только в суде. И здесь нужно рассчитывать на определенную агрессию с нашей стороны или на поддержку государства в агрессивных действиях со стороны наших производителей. Потому что пока мы ведем себя пассивно достаточно и не уступаем с точки зрения защиты своих интересов полноценно. Плюс важный момент. Не стоит забывать, что даже альтернативные поставки все равно будут опираться на какую-то геополитическую составляющую. И здесь, конечно, надо будет дружить с Китаем. Вариантов больше нет. И вот эта дружба, она тоже будет, наверное, ключевой в данной ситуации. То есть здесь нужна дипломатическая поддержка, однозначно. Третье важный момент. Мы немножко как бы отвлеклись от того, что у нас только интернет в голове. Но здесь есть чудесная компания Genel City Life, которая начинала с публикового оборудования. И надо дать должное, что мне кажется, что для нее это большой вызов, потому что она может заменить практически все, что есть импортно на рынке телевизионного оборудования. То есть все DVB-оборудование, оно импортное. Там куча импортных лицензий, куча вопросов, которые можно просто сейчас потихонечку менять. И есть опыт Китая, который практически тоже построил все свои сети телевизионные на китайском оборудовании. При этом они как бы да, ну так скажем так, в серой зоне находятся с точки зрения лицензирования. К сожалению, это тоже новая реальность. То есть нужно юридически защищать свой интерес в области лицензирования. В любом оборудовании телевизионном куча лицензий американских. Я не думаю, что мы в ближайшее время сможем за них платить. Поэтому также здесь нужно понимать, что есть вызов, который можно реализовать для наших компаний, которые умеют уже что-то производить, вполне занять нишу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.